На календаре 29 июня. Этот день Бобруск встречает на площади Победы не случайно. Дата отражает и события 1944-го – освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. У подножия памятника танка на могиле генерала Бахарова десятки венков, охапки роз и гвоздик. Рядом пятиконечная звезда из живых растений. Военные отдают честь, гражданские поклоняются тем, кто сражался за мирное небо. Мы благодарим наших дедов, прадедов за это мирное небо, за то, что мы можем трудиться, за то, что мы можем воспитывать своих детей, внуков, правнуков. За это им огромное спасибо. Поздравить город на Березине 635-летием приезжают и гости из страны-соседки. Представители администрации районов Ярославской области, офицеры России, Чернобыльской и Афганской, других общественных организаций – всего 40 человек. В рамках международной акции «Вахта памяти» глава делегации передает председателю горосполкома горсти земли из могилы родителей Павла Батова. В годы войны генерал-майор освобождал Бобруйск. Мы посещаем эти места захоронений, отбираем горсть земли с мест захоронения, где захоронены наши земляки, и привозим к себе на родину. И там в торжественной обстановке создается общий мемориал, куда мы частичку этой земли, в том числе и с Бобруйска, которую нам сейчас передаст глава города, привезем и захороним. Затем торжественное открытие памятника жертвам Холокоста «От жизни к жизни». Его изготовили из камня, металла и бетона. Красная плитка символизирует горькую историю военных лет, «Черные балки погибших людей». А звезда Давида – возрождение еврейской жизни по всей Беларуси. Внизу на скрижалях небольшой рассказ. Повествование изложено на русском, белорусском и английском языках. Он говорит о том, что с одной стороны мы слезы спускаем по смерти многих людей, идет речь о многотисточных, миллионах людей, которые погибли во время войны. А с другой стороны мы говорим о новой, свежей звезда. Каждый человек должен смотреть о том, не так, как он страдает сейчас, а как он видит в будущее намного лучше. Поэтому звезда по-новому ожила. Дальше по программе диалоговая площадка. Здесь гости общаются с представителями общественных организаций, пионерской дружины имени Батова и учащимся патриотических классов. Главной темой становится любовь к родине. После посещают краеведческий музей, в частности выставку, посвященную геноциду белорусского народа в период оккупации. Мой дед пошел в Центральном Белорусском фронте, освобождал Варшаву, брал Германию. И эта история неразрывно связана с событиями, которые происходили на ваших землях. Нам очень трепетно было именно в эти дни приехать в Республику Беларусь, потому что отмечали Дни освобождения городов. 78 лет. Ключевой момент – передача личного дела героя Советского Союза Павла Батова. Теперь оно займет свое почетное место в городском музее. На 160 страницах содержится полная биография военачальника. От частной жизни до службы в рядах Красной Армии. Привите, пожалуйста, этот документ от нас, Ременцев, и мы доложим, что он надежный. 635-ю годовщину горожане встречают в молодежном парке. Подарок от творческих коллективов – зажигательные песни и танцы. Тут же мастер-классы от ГАИ, МЧС и Гургаза. Спортивные состязания и интерактивные игры не оставляют никого равнодушными. Отовсюду звучат слова поздравления в адрес малой родины. Любимый город, с праздником тебя! Оставайся такой яркий, солнечный, зеленый и полон детских улыбок. С днем рождения, Бобруйск! С днем рождения, любимый город! Бобруйская крепость, дом Купчихи Кацнельсон, водонапорная башня, социалка, бобер, Свято-Никольский собор, синагога, костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и дом Тетрис – все это про него. Однако наш край богатней только историей. В 2021-м Бобруйск признан лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию. Такое звание подтверждает уже известный факт – город растет и развивается с невероятной скоростью. Продолжаются выпуски отгрузка качественных товаров-брендов, востребованных на разных континентах. Строятся новые многоэтажки и целые микрорайоны. Возводятся социальные объекты – школы, детские сады и спортивные комплексы. И это только начало.